Валерий Седов Сегодня губернатор Рязанской области Павел Малков передал ключи от 26 новых автомобилей скорой медицинской помощи представителям 19 районных больниц. Это уже вторая партия машин. Ранее в декабре прошлого года на места уже ушло 15 машин. Новенькие скорые на базе Соболя и Газели тот автопарк, который нужен в районах прямо сейчас. Несложная математика поставок 15 в декабре и 26 в апреле увеличила число обновленного медицинского автопарка до 41 машины. Внутри все нужное медицинское оборудование плюс установленная система ГЛОНАСС. Вижу, что из тех автомобилей, которые здесь представлены, половина полноприводных, вот как раз то, что нужно для наших иногда непростых дорог в сельской местности, для того, чтобы спасать людей. Вам огромная благодарность за всю ту работу, которую вы выполняете, нелегкий труд, но очень важный и благодарный. Я надеюсь, что вот эти автомобили помогут вам лучше, более качественно с этой работой справляться. Кораблинская больница получила сразу два автомобиля. Сегодня там они жизненно необходимы. В разрезе того самого правила золотого часа. Нам очень важно, потому что сейчас вообще такая обстановка. Приходится транспортировать больных очень часто. Это и в Рязань, и в сосудистый центр в Скопинске, куда мы возим. И у нас еще региональный центр в Ряжске. Поэтому машина нам просто необходима. И я не знаю, низкий поклон и Павлу Викторовичу, и министерству, что выделили нам эти машины. Сами водители эти машины называют долгожданными. Но при всех остальных плюсах опция проходимость для них сегодня самая важная. Очень хорошая проходимая машина как раз для нашего района Косиновского. У нас много деревень, много дорог, которые требуют какого-то ремонта. Поэтому мы ждали долго и получили, что хотели. Впрочем, на этом обновление медицинского автопарка еще не завершено. По словам Павла Молкова, следующая партия придет прямиком в Рязань. 10 скорых и 20 машин для первичной помощи. В Рязани продолжает гореть сухая трава. Ее масштабы уже заставляют волноваться. По данным МЧС, с начала года пожарные уже выезжали 346 раз. Огнем пройдено 548 гектаров. Пал травы по весне – самое распространенное явление. Кто-то сжигает сухостой на своем участке, кто-то на совхозных полях. И предупреждают спасатели, что дело это опасное и памятки всячески раздают, а нет. Всегда найдется тот, кто думает «да я совсем чуть-чуть», погорит и перестанет. А когда пожар берет с размаха гектар, удивленно разводят руками. Таких вот нерадивых санитаров полей все больше. Возгорание за рязанскими крупными торговыми центрами тому подтверждение. Вот и приходится позже надзору раздавать предупреждения направо и налево. За прошедшие выходные пожарные подразделения привлекались на тушение травяной растительности 121 раз. Огнем пройдено 188 гектаров. Не допущены переходы огня на строение. Сотрудниками территориальных подразделений надзорной деятельности составлено 46 административных протоколов за правонарушения, связанные с нарушением порядка выжигания сухой травянистой растительности, а также сжигания сухого мусора. В том числе в отношении должностных лиц одно, в отношении граждан – 45. Но правилами безопасности сегодня пренебрегают не только граждане, сотрудники предприятий тоже в списке. 19 писем с предупреждением о недопустимости бесконтрольного сжигания в муниципалитеты уже направлено. И пусть сегодня мера наказания всего лишь предупреждения, их выписано уже с четверть сотни, дальше можно нажечь и на уголовную статью. Основной причиной возгорания в МЧС сегодня называют детскую шалость, от которой, в общем-то, и идет сегодня неконтролируемый пал травы. Сегодня у школы номер 75 прошла необычная акция «Все на зебру». Госавтоинспекторы вместе с представителями Совета отцов и юным отрядом движения напомнило детям правила перехода дороги. Ключевые моменты – далее. Хочешь за зеброй дорогу прийти? Пойдешь? Давай. На него, направо. Да, и когда приходишь на ту сторону, придерживаясь этой стороны, чтобы давать пробку. Машина, направо, налево, направо. Переходишь дорогу, чтобы не... Многие дети отправляются домой. В школе есть также вторая смена. Некоторые дети только идут на учебные занятия. Соответственно, все должны соблюдать требования дорожной безопасности. Многие дети именно сегодня уже в хорошую погоду едут на самокатах или велосипедах. И многие из них не помнят, что при переходе проезжей части необходимо спешиться, то есть слезть с велосипеда или самоката и переходить дорогу только пешком. Пешеходный переход поэтому и называется пешеходный, что по нему можно пересекать проезжую часть только пешком. Мы пресекаем возможные несанкционированные переходы дороги. Совместно с участниками отряда юного помощника, они указывают, что нужно перейти по зебре. Потому что сами видели, зачастую даже взрослые, не обращая внимания, как-то по привычке переходят. Ну а дети вроде как легко поддаются тому моменту, увидели кого-то, обратили внимание, и идут на пешеходный переход. Великопостный концерт – традиция давняя. Появилась она еще в середине 18 века. В них принимали участие лучшие церковные коллективы – придворная певческая капелла, синодальные и архиерейские хоры. Однако традиция эта со временем угасла. Возродилась она только в 2002 году в столице. И совсем недавно и в Рязани прошел свой великопостный концерт. 7 апреля праздничный зал храма Сретения Господня наполнился музыкой. Для гостей выступает камерный оркестр Рязанской области. Звучат произведения Баха, Чайковского, Рахманинова и сочинения других известных композиторов. Это выступление возрождает добрую традицию великопостных концертов. Публика настолько чутко реагировала на все. Мы даже не хотели утомлять ее, чтобы она долго хлопала. Мы старались, чтобы концерт не потерял динамику и даже прекращали эти аплодисменты теплые. Насколько люди чуткие, насколько, когда говорят, да, у нас там народ что-то не понимает, не воспитывает. Все все понимают, все все чувствуют. И даже порой какие-то вещи, которые непонятны для меня, люди воспринимают так тонко, чувствительно. Традиция проведения великопостных концертов зародилась еще в 18 веке. Тогда в них принимали участие лучшие церковные коллективы. А многие премьеры духовных сочинений выдающихся русских композиторов состоялись именно в рамках великопостных концертов. Даты для них, кстати, выбирают не случайно. Проводят в последнюю неделю перед Пасхой. Святую Великую Четыридесятницу. Это дни самого строгого и долгого воздержания. Притом не только от пищи, но и от увеселений. Великопостом обычно на Руси закрывали театры, развлекательные церкви. И люди посвящали время, молитве, труду и рабочую свободу. Однако серьезная музыка – это не развлечение. Серьезная музыка – это часть работы над своей душой. Примечательно, что другое название Святой Великой Четыридесятницы – «Весна духовная», как возрождение души после зимних холодов. И музыкальные вертюры вполне могут не только поддержать, но и укреплять веру людей в дни Страстной Седмицы. Спонсор ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажи икра и рыбы «Камчатская». Вкусные и свежие морепродукты к вашему столу. Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер». Уже в это воскресенье главный праздник православного мира – Пасха. Готовиться к нему заранее, праздновать широко, радостно. И, конечно, неотъемлемой частью становится застолье. Со вкусными блюдами и закусками. Одним из лучших лакомств к столу большинство считают красную рыбу и икру. Приобрести ее можно у торгового центра «Премьер». Светлое Христово Воскресенье – не только важный праздник для православных христиан, но и прекрасный повод собрать за одним столом всю семью, близких и родных, и порадовать кулинарными изысками. Помимо традиционных крашеных яиц и куличей, к застолью люди стараются купить что-то вкусное. Например, красную рыбу и икру. И многие предпочитают приобретать морепродукты на выставке продажи икра и рыба «Камчатская» у торгового центра «Премьер». Ну, нравится, а что? Все вкусно, все хорошо. И, во-первых, я привык уже к этому с детства. Я уже купил к Пасхе. Говорят, полезно. Но я вроде и так это уже, как с детства привык, чтобы было хорошее. И сейчас продолжаю. Мы все время берем у них очень вкусные и свежие рыбы, как икру, чавычу. И хотя стартовала так называемая «страстная неделя», употреблять в пищу рыбу, икру и другие морепродукты можно и весь период Великого Поста, который соблюдают многие рязанцы. Существует церковный календарь, в котором расписаны дни, разрешающие постящимся рыбу. Но и врачи, и священники напоминают, что при проблемах со здоровьем, пожилым и беременным, а также тем, кто активно трудится физически и умственно, рыбу включать в рацион настоятельно рекомендуется в продолжение всего периода аскезы. К тому же до светлого праздника Пасхи уже подать рукой, и многие начинают закупаться к праздничному столу заранее. Приходим, конечно. Там уже праздники приближаются. Свежие, наверное, у них продукции. Вот еще идем, берем. Сезон сейчас заканчивается. Сейчас вот рыбу, может, немножко в морозилку положу, к Пасхе. Мне внучка любит белую рыбьцу. Я красную не особенно, а белую рыбьцу она и икру. Ну вот сейчас к празднику сделаем бутерброд и сокрой. И будем вспоминать добрым словом. При этом, среди всех прочих, рязанцы предпочитают рыбу именно с выставки продажи икра и рыба Камчатская. И с нетерпением ждут каждого приезда. Ведь у продукции, представленной здесь, масса преимуществ. Это гарантированная свежесть. Рыбу везут особым способом. Она не поддается заморозке. Поэтому к вашему столу поступит продукт прямо с Дальнего Востока. Способ приготовления рыбки тоже оценили жители города. Холодного и горячего копчения с невероятными ароматами ольхи, яблони и груши, на ветках которых коптят рыбку. А также слабосоленая. Не первое. Чем нравится? Ну, во-первых, оно посолено нормально. А это чай вы, чай это. Бутербродики. Во-первых, слабосоленая. А во-вторых, это, как вам сказать, ну, в общем-то, по нашим зубам, соответственно. Вот. И такая, ну, вкусная. Ну, я только одну беру, чай вычу. Нравится мне. Икра нравится, рыба нравится. Второй раз. Понравилось, да. Вот белорыбец очень нравится, да. Белорыбец. Хорошая рыба. Так, все вроде перепробовали, как-то брали. Но вот супруге больше нравится белорыбец. Вкусовые предпочтения у рязанцев разные. Кому-то нравится белорыбец, кому-то чавыча, кто-то предпочитает икру. Но каждый находит на выставке продажи икра и рыба Камчатская продукт, за которым хочется возвращаться. До 16 апреля включительно возле торгового центра «Премьер» выставка продажи икра и рыба Камчатская. Возле главного входа самые вкусные и свежие морепродукты для вашего здоровья и радости. Сегодня сотрудники главного управления МЧС вышли выяснить, кто из них лучше играет в футбол. Турнир – составная часть спартакиады спасателей. На площадке спортивного комплекса «Атрон-Арена» сошлись 11 команд. Победители определят в течение трех игровых дней. Лучшая команда поедет в город «Орел» на финал мини-футбольных соревнований среди главных управлений Центрального федерального округа. В первый день соревнований команда главного управления МЧС России Паризанской области встречалась с командой второй пожарно-спасательной части. В результате игры команда главного управления в тяжелейшей борьбе одержала победу со счетом 2-1. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Встречай Пасху с дальневосточными деликатесами. Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. С 10 по 16 апреля. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин